Боже, Небесный, Создавший нас Господи, помилуй нас Вячеславом Всевышний, Господи, прости и помилуй, благослови. Царю Небесный, Утешителю души истинных, и живи с детской, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю предвестилися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси Боже души наши. Боже, Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше собрание братское, вокруг Слова Твое, Святого, помоги, Господи, чтобы все, что мы здесь пройдем, запомнилось нам, для того, чтобы можно было выйти и благовествовать это сие людям, чтобы все Слово Твое распространялось через уста верных Тебе, и чтобы оно накладывалось, как истина, как настоящая жизнь в сердца других людей, чтобы люди знали слова Твои, соизмеряли себя с Твоим Словом, ибо оно будет судить нас в последний день. Спасибо, Господи, всех и помилую, и тех, кто еще не пришел к Тебе, и види в мою свою милость, благослови их уверованию Тебя, Господа Творца, родных наших, близких, тех людей, с которыми мы общаемся, которым мы распространяем Евангелие. Даруй, Господи, что взяли они в руки Слово Твое Святое, и начали бы трудиться. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Духа. Аминь. С девятнадцатого стиха, да? Евангелие от Матфея, шестая глава, с девятнадцатого стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Толкование. Изгнавший болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает щиту земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы кто не сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах тленных и забывают бога. Посему и говорит. Ну, давай, давай, что? 22-23 стих. Светильный для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, в который тебе тьма, то какова же тьма? Толкование. То есть, если ты оковал свой ум, заботу о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу, потому что как око, когда оно чисто, то есть здорово, освещает тело, а когда темно, то есть нездорово, оставляет его во тьме, так и ум заботами ослепляется, а при слепоте ума темна бывает и вся душа, ибо ум есть око души. Златоуста нужно еще поподробнее, да, очень мне понравилось, как он. Ну, я думаю, что с 19 стиха до 21, как бы, понятно, да? Все. Вот про око процветил. Да, про око он говорит так, смысл слов его каков? Не закапывай в землю ни золото, ничего либо другого тому подобного, потому что сокровища ты собираешь для червя, тли, для воров, хотя ты избережешь его от этих истребителей, но не сохранишь своего сердца от порабощения и прилепления ко всему земному, потому что где будет сокровище твое, там будет и сердце твое. Напротив, если будет твое сокровище на небе, то не только имеешь ты выгоду, что сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном, так как очевидно, что ты туда же перенесешь и ум свой, куда положишь свое сокровище. Наоборот, когда ты положишь свое сокровище на земле, то будешь испытывать совершенно противное. Ну то есть, вот как раз сегодня монаха я слушал, тут прям точно подходит. Вот монашество, в чем разница монашества от Евангелия? Разница однозначно. Монахи пытаются без содействия Христа самим спасти себя. Они сами себя пытаются спасти. Они, конечно, призывают имя Божье, силы там божественные призывают. На что? На то, чтобы ничего не делая, сидя в келье, так расположить себя к познанию Бога, что все пройти просто умным деланием. Называется умное делание. Или еще это называется, сейчас скажу, как они его еще называют, это, впереди взор там неба. Созерцание. Созерцание, да. Или еще называют созерцание. То есть, идет здесь обратное словам Христовым. Христос говорит, для того, чтобы сердце твое, сокровище твое было настоящим, небесным, ты должен это сокровище и складывать себе, откладывать его. И тогда ты всегда, ум твой, сердце твое, ум, будет вперед к горнему, то есть к вышнему, к небу. Будет думать только о Царстве Небесном. А если у тебя расположение идет к земному, то есть, ты собираешь себе машину, все лучше, лучше тебе надо, или больше, больше, как у Брежнева было. Ну, это так, как пример. Сейчас, может быть, у кого-то и больше есть. Там, 122 у него насчитали машины. Там, в разных марах стояли, в гараже никуда. Кто-то любит квартиры. Ну, вот, как сейчас у нас депутаты берут, там их начинают, когда они там свои рекламации писать, что у них есть. В Москве там, 5 квартир, там еще где-то там, в Петербурге 10. И вот так, вот так, вот так у них там все это, все в квартирах, все они. Или еще что-то. Это вот и называется земное стяжание. А небесное стяжание, оно, только духовное может быть. А духовное, это только Библия. Вот. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Все. Другого духовного ничего нету. Теперь уже духовное, что есть, производное от священного писания, это священное предание. Ну, там уже надо разбираться, потому что там может уже попасться и такое, что оно не относится к духовному. И часто на этом люди притыкаются. Они как раз неутвержденные вот этим мирские люди, они выискивают себе в помощь именно такие слова, которые написаны вот в духовной литературе, которые бы им подошли. И слова Христа, они не укладываются на сердце, в разум этого человека. И он начинает выбирать такое, что полегче. Ну, как можно было выбрать молчание? Там однозначно говорится, вот тот монах, который слушал, он начинает так, что главное это вот то, что я сейчас буду вам рассказывать, это помощь молчальникам. То есть, я так не отношусь к молчальникам как раз. но мне интересно стало, как, что там такое молчальник. А молчальникам это все, это ты весь в келье устремлен. Все там у тебя созерцание, постоянное созерцание. Ты должен сам себя нудить, приводить к Богу, то есть, постоянно быть как бы и в молитве. и он рассказывает это, как нужно молиться, попить кофейка, чайка там сначала и потом начинать уже бодрствование, поспать довольно и так далее. А вот когда апостол Павел трудился, у него не было никаких келей, никаких чайков, кофейков, он об этом вообще не пишет как раз. Он пишет, научился жить в скудости, научился жить в изобилии. А научился жить в скудости, это значит что? Ну дали тебе кусочек хлеба там, досталось сколько-то воды, ты еще живой и слава Богу. Главное в этот момент тебе беседовать с людьми, рассказывать им о Христе из последних сил. Да, ты уже из последних, но они тоже там рядом из последних. А если они более бодрственные до конеча, лучше тебя будут слушать. И в изобилии научился жить. Что такое? Это значит поставили перед ним только поросенка. Ну что ж, я по скромности поросенка заметну. Да нет, конечно. Ну значит от порося этого там, ну он не порося там ел, потому что был фарисеем, поэтому он от мяса вкусил значит. Но вкусил сколько? Ну чтобы хватило для тела, не присвещаясь же постоянно вот этими теперь ястрами. Это я говорю о еде. А другое дело и в богатый дом он попал так же тоже, там какую-то там необыкновенную постель хорошую, там мягкую. Ну выспался ты на этой постели, не выспался. Ты должен дальше-то идти благовествовать, ты должен нести Слово Божие, а не так, что немножко ты разнежился и все, и теперь тебе неохота заниматься божественным деланием. Могу как раз дополнить, как раз до этой черты дошел, от которой я хотел оттолкнуться. Давай. Вот в Евангелии от Марка 12 глава это 31 стих, но перед этим есть 30 стих. Господа один из книжников слыша и их пленев видят, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его. Это с 28 он начал. Какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему. Первая из всех заповедей слушай Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый и возлюбий Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. 31 стих. Вторая подобная возлюбий ближнего твоего как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Вот я на 31 стихе о второй заповеди которую Господь нам сказал возлюбий ближнего своего как самого себя. Вот я открываю послание к римлянам 10 главу. Это все относится к спасению моей души. Вот чем как ты сейчас о монахах рассказывал они занимаются спасением своей души тем самым. То есть они хотят чтобы их душа была в раю царстве небесном. Ну да желание не горячее должно быть. Вот вот эта заповедь которая подобная первой Господь говорит что возлюбий ближнего как самого себя. То есть ты должен иметь усердную любовь к ближнему чтобы он тоже спасся как и ты. А это только происходит как брак произнес через благовестие. Вот смотри потому что я начну римлянам это 10 глава 9 10 стих ибо ибо устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать что Бог воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем веруют к праведности а устами исповедуют ко спасению. Монахи это и делают они устами исповедуют. Ну это речь идет о благовестии потому что дальше он говорит ну как призывать того в кого не уверовали как веровать в того о ком не слыхали как слышать как не слыхать как слышать без проповедующего и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасны многие благоествующих мир благое то есть хорошо что монахи они там собрались на этом острове как раз беседовали об этом а наверное хорошо там где-то в теплых краях так встал там у тебя тележка своя море так шумит такие рыбаки там перекликаются скоро рыбу подвезут монахам ну а ты такой выспался помолясь конечно я понимаю кофейку пивнул созерцнул Бога все на месте у тебя хорошо увидел своего брата монаха не один я такой значит правильно делаю а вот апостол Петр решил попросить Господа давай Господи останемся на этой горе хорошо нам здесь быть нас трое ты с Моисеем и Ильей ограждены со всех сторон хлеба ты нам наделаешь и мы тут будем жить и вот то что сейчас брат сказал было забыто Петром и написано говорил он потому что не знал что говорить а Господь говорит знаете что я им скажу и они думают ну что же он сейчас скажет сейчас такое скажут сейчас Господь должен такое сказать после того как они увидели его божественную силу когда Моисей и Илья Илья живее всех живых а Моисей мертвее всех мертвых ожил и вот они тут предстали пред ним и беседуют с ним это же ну сейчас скажет он говорит знаете что забудьте-ка вы все что видели и никому не говорите пока не придет время ну и вот в этом заключается вся сила апостолов сегодня почему и нет апостолов только сейчас скажи это монахам монахи дорогие вот все знаете что знаете что сделаете они думают ну сейчас Господь скажет поститесь каждые по 90 дней или там сейчас еще чтобы там вообще весь мозг вычистить чтобы ни одна юбка не плетнула перед глазами ну сейчас Господи такое скажет а Господь забудьте-ка все что вы на монашили как так забыть забудьте свои келии там этим гдения ваши ночные все а давайте-ка вы день и ночь трудитесь переписывая Евангелие и распространяя среди людей или печатайте что хотите делайте хотите наизусть говорите перед собранием великим но только ходите везде и говорите Евангелие людям рассказывайте как их Бог любит что рай есть впереди действительно царство небесное не монашеское а для каждого человека открытое я думаю они встрепинулись а тут монахи и сказали а кто это такой нам там что вещает это кто это значит две тысячи лет мы монашили монашили а тут вдруг раз и кто-то пришел теперь нам говорить не то что мы делали ну так и есть и я думаю что то что относилось к ветхозаветным священникам в деяниях святых апостолов вот так же точно будет сейчас относиться к монахам а там написано так что и некоторые священников уверовали в Бога покорились вере так и мы скажем о монахах и вот все это они делали монашили и некоторые монахи все-таки покорились вере и некоторые семинаристы все-таки остались верующими и некоторые священники не половина не меньшая половина как говорит Златоуст А будем говорить до конца его слова уже А что Меньшая половина процента Священников Уверовали, покорились вере С кем сейчас не начни говорить И священники тоже сидят такие Благостненькие Ну да, да, монахи, монахи Почему? А монахи подтверждают то, что они хотели бы Ну исполнять сами И донести до народа А народ там, говорит, любит это Ничего делать не надо Лжепророки разносят ложь Там слух Там распашоночку Раз, раз и глядишь абортированный ребятчоночек Уже в царстве небесном Его покрестили Принесите, говорит, распашонку И как будто бы младенца крестили А там этот под стулом сидит крестный И там за него отвечает Ну это все нормально Обманы везде набают А народ мой любит это А священник И говорит, священники Священники, как написано там, брат? И священники Это Еремия 31 глава Еремии Ну да Шестая глава 31 стих Вот как Еремия Шестая глава 31 стих Пророки пророчествуют ложь И священники Правят народом Посредством этой лжи И народ мой любит это И Господь дальше Задает вопрос И куда вы после этого Денетесь Народ-то думает Как куда? В рай все пойдем Однозначно Мы же исполняем вроде Так вы же и исполняете слова Лжи Апостола Да Какой-то весь стих Тридцать Первый А, шестая глава Ну, тридцатый Тридцать первый Нет, нету Нету этого Шестая глава Ответка Ну вот она Шестая Значит Шестнадцатый Может быть Подожди Шестнадцатый Может быть стих Шестнадцатый Пятнадцатый То есть пополам Что-то Я плохо запомнил Нету Ну ладно Где-то в другом месте Нету Нету Еремея Однозначно Ну я понял Что Еремея Я имею ввиду То, что это Другая глава Может быть Шестнадцатая Может быть Шестнадцатая Глава Не шестая Хотя нет Наверное Все-таки Шестая Ну ладно Я уже Процитировал То, что там Написано Я дополнить Еще хотел На то, что ты Говорил Когда они Спустились После преображения Господня Господь им же Сказал Надо идти туда Вниз Я не помню Точно в словах Где-то Там не написано Когда он сказал Что Петр Что здесь Пойдемте Пойдемте Да Пойдемте Вот А вот еще Ивангелие от Луки Четвертая глава Я сегодня Повторял Пойдемте Братьям Вашим Сказал Да Четвертая глава Ивангелие от Луки И сорок третий стих Но он сказал им И другим городам Благовествовать Я должен Царствие Божие Ибо на то я Послан Господь сам Свои слова Ибо на то я Я послан То есть Не только он пришел Принести себя в жертву Именно для искупления Многих Для спасения Спасения грехов Именно Но и для того Что в первую очередь Благовествовать Ибо на то я послан Дело все в том Дело все в том Что есть Вот у нас Книга правил Пустовских И здесь тоже есть Соответствующие правила По которым Учителя церковные И даже не просто Учителя А пасторы Пасторы Священники И епископы Должны учить народ Написано Учить благочестие Ну это и есть Учение Ивангельское И в праздничные Особенно В воскресные Праздничные Дни Особенно Значит И до все это время Тоже можно учить Народ Нужно учить народ Не просто можно А нужно учить его Учить У нас понятия Учить нету У нас это понятие Учить народ Заканчивается Мучить народ Почему то Если уже Взялись за народ Ну все Будем учить Потом Но только В церковнославянском Благодарим вас Все учите Церковнославянский А так В чем мы с вами Будем разговаривать Переводить что ли Это 1876 года Непризнанный перевод То есть У нас не хватает Слово Вкрапления Вот это Даже апостольские правила Вот эти Вернее Вселенские соборы Слово Благовестие Потому что Благовестие Это явно подразумевает Что ты должен Выйти в мир И там Проповедь Понятно Она в храме Происходит Ну да Проповедь Это Для верующих Для верующих Для глашенных А которые люди Совсем не знают О Христе Это именно Благовестие Должно Да Там проповедь Бесполезна Вот то что Сестра Сегодня рассказывала Как она Решила Молодого человека К вере Присоедините Задала Такой Лукавнейший Вопрос Потом Сама же нам Рассказывает Это И потом И даже Это не сознает Спрашивала Ты верующий Или нет Неужели ты Не верующий Нет Не верующий Как вы там Дальше Сказали Да ну Быть то Вы не можете Не верующий Сейчас Сейчас Наверное Все уже Православные Сама Ходит Уже Сколько Надежда Васильевна Ну нельзя Так благовествовать Я вам Еще раз Хочу сказать Вы скажите Вы наоборот Вы наоборот Должны Это с таким Чувством Сказать Ну Почему же Это у нас Такой Презренный Вектор Неужели Господь Вам не дает Этой веры Ясно Что вы Сами не хотите Ее Бог то Для того Я пришел Чтобы вам Дать веру Вы наоборот Покажите Что сейчас Наоборот Не верующий Все Это Так Ну а ты Наоборот Пойди Против течения Другим Стань Ты будешь Партизан Веры Настоящий Божественный Партизан Вокруг Тебе Одни Враги А ты Как Агент Спосланный Среди Волков Я ему Показываю Евангелие Говорю Будете Читать И узнаете Все И И просите Веры Кто просит Тому Дан А вы Не просили Никогда Не знаете Конечно У нас Был Гоша Такой Оглашенный Дали мне Его Я был Его Поручителем Просвещать Да Он такой Лысый Ну сам По себе Просто Залысина Огромная Такая Все Борода Хорошая И ростом Подхожий Телосложением Все Он был Афганец Бывший Десантник Воевал Там Убивал Много Людей И вот Сейчас Когда он Все это Увидел И вот Мы беседовали Там с ним И он Проповеди Слушал Все И говорит Я считаю Что выше Подвига Когда Ты можешь Защищаться Ну Там Ведооружие Достать Или что И ты Не пошел Не стал Другого убивать А истину Наоборот Унесешь Он говорит Я считаю Выше подвига Нету Я думаю Блаженный Ты наш Дорогой Ты брат Георгий Но дальше Этого Он не пошел Да Сломался На жития святых На отце Арсении Когда Начали Беседовать Про отца Арсения Книгу Он сказал Я вот Хочу быть Там Как отец Арсений Я говорю Понимаешь Хорошо бы Так было Но это Сыгрательный Образ Поэтому Мы точно Не можем Скать Как отец Арсений Отдельно Какие-то Личности Были Нет Я не верю Что такого Человека Не было Обиделся И ушел С общины Что Так Книгу Эту Не превознесли Она действительно Сыгрательный Образ Там Прям Совой Книги Написано Но Он Не захотел Этого Слышать Ему Хотелось Быть Таким Можественным Подвижником Бросаться На ножи На пули И оставаться Все время Живым Я так Я так понимаю Потому что Иначе Как еще Прославиться Да Но Господь Нас даже И не к этому Призывает Он Служением Ближним Призывает Это же Поставим От Господа Мы слышим Недаром Он в конце Уже Когда Никто из учеников Ничего не понял А шли Они И беседовали О том Кто бы был Больше Из них Он просто Встал Говорит А поясался Полотенцем И начал Умывать им И до такой Степени Это возмутило Апостол Петра Потому что Он-то себя Считал Настоящим Большим Другим Что он Подскочил И сказал Господи Нет Вовек Не умоешь Смок И Господь Говорит Тогда не видать Тебе Царство Небесное Он сказал Господи Всего У меня Помои Голова Моя Все Он говорит Нет Умытому Только ноги Нужно умоть Что это значит Ноги Ну Ноги Умытому Всему То есть После этого Христос Говорит Евангелие Тадо 17 стих Именно после этого Он обращается В молитве К Отцу И говорит Господи Они очищены Через Слово Твое То есть Божественное Слово Иисуса Христа Пало на учеников И очистило их полностью И вот это Вот самое маленькое Что Ну ноги Когда идешь Вот пыль Все равно Да Да Все равно Это вот Ну ноги Самые ноги Остались только Они всегда будут в этом Поэтому Он говорит Вы очищены полностью Вам только малое осталось Самое малое Осознать Что Вы такой же прах Как лежит на ногах Ваших И этот весь прах Земной Который поднимается Это вся кровь Которая вопьет От земли Это ближние Ближние Которые Не успели спасти Или которые Наоборот спасены Все От них Это И вы к ним Должны быть С ними Рядом Вы вот такими же Должны быть Как эта грязь Которая смывается И мы сейчас Что видим Не страшны ему Громы небесные А земные Он держит В руках Это о начальниках Пишет Некрасов Но это Очень сильно Относится К начальникам Священного начальства Они такие же Небожители Апостол Павел Так говорит К сожалению Не помню где написано Он говорит Крото ваша Да будет известно всем Кротость ваша Кротость Да Мы знаем Что кротость Епископов Известно Очень немногим Потому что На таких машинах Ездить Извините И ни с кем Не разговаривать Ну можно было Хоть ногами ходить Да Иоанн Кронштадтский Конечно Создали Общество Иоанитов Он не знал этого Но он всегда Ходил ногами Ну выходил из храма Выходил из храма Народ тут Отвечал на какие-то вопросы Ходил по людям Те особенно больные Он обязательно приезжал То есть были Святые мужики Были И такие они должны быть Епископы Где у нас сейчас Вот Стоит Священник один Хоронят там Бритый Все В галстуке там Человек Со святыми У покоя Все отпевает Уже стоит на кладбище Почему Ну там деньги дадут ему Однозначно Не надо мне Говорить Что он там Труженик такой Великий Пришел Отпеть человека Искренно верующего В последний путь Верующих провожают Их верующие Братья Сестры Если только Конечно Это не темница Не гонение Как сколько было Вот провожали Уж мало Очень знали Брата Михаила Маму Раису Но ей Было уже Очень много лет Почти до 100 лет Дожила Поэтому конечно С нами Она уже Не слышала Там И ходила Трудом Но все Причащалась Исповедовалась Причащалась Там он с ней Трудился Дома Читали Слово Божие Располкование Все И вот Ее хоронят Сестры стоят Поют Постоянно Поют 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 Все там Проходят Мимо Обращают Да что такое А сестры потом Что ж мы Думали нам Репертуара Хватит Надо было Песенники Еще взять Мы бы Сейчас Еще пели И пели А то начали Повтор Не хватило Времени Ну там То пробки То заторы То там Это все Растянуто было Я не знаю Сколько Как сели Как поехали Наверное Часа два Или три И все время Пели и пели Уважали Вот сестру Последний путь А пистопения Какие все О божественном О Христе Что пример Христос Раису Мишину Ну В том В том году Валентину Павловну Мне не довелось Посмотреть Как Харамели Ну там Батюшка был Да я так понимаю Так что А здесь Не было Батюшки Батюшка был Нет Или был Не было Раису Раису Не батюшку А не батюшку Нет батюшка Батюшка ее отпел Просто он потом Быстро ушел А мне дали слово Говорить Я там слово говорю А там много было еще И родственников Я сказал конечно Слово О Царстве Небесном О том Какой радостный Сегодня день У нас Что Сестра Еще Приставилась К Господу Наконец-то Будет Даст Господь Лицезреть Мы-то все Верим В то что Спасение Именно идет От Господа Не от нас Грешных Слава Богу Господь Милостив Если человек Трудился И не потерпел Первое прекрушение В вере То в конце жизни Видно Все Братьям Его Сестрам Недаром Говорится Если будете Ходить во свете Иметь общение Друг с другом 1 Иоанна 1 глава 6-7 стихи И тогда Кровь Иисуса Христа Очищает вас От всякого Греха От всякого Греха Очищает Когда Братское Общество Когда все Ходят во свете И вот Мы сейчас Мы сейчас С вами Освещаемся Словом Божьим Освещаемся Словами Дух Святой Ведет нас Не просто Как вот там Сектанты А как же Дух Святой Да подожди Дух Святой Он тебе сказал Да прям Сегодня я с ним Разговаривал Там один Сектант Олег Там Присвит Пятьдесятников Я говорю Подожди Стой Давай Серьезно Ты мне На полном Серьезно Говоришь Что сегодня Ты беседовал С Иисусом Христом Да беседовал Как Но он Не является Я говорю Как является Перед глазами В сердце Как является А ты что Этого не понимаешь Я говорю Понимаешь У меня есть Слово Божье Я читаю Слово Божье Я знаю Это написали Святые Божьи Человеки Будучи движимы Духом Святым И там Все есть Я беру Это из Слова Божьего Я понимаю Христос Со мной беседует Христос Мне рассказывает А как тебе он является Если ты Не про Слово Божье Говоришь Ну как Напрямую Я говорю Это не может быть Бес А что это Бес будет С чего Ну как С чего Чтоб тебя Замутить Говорю Вот что ты бритый Почему ты Вечно Смеешься Как верблюд Не смеется даже Вот это Сплевывание Вот эти Сквозь зубы Откуда это Вот это Вот такая Приблотненная Походка Ты сидел что ли Нет не сидел А зачем Ты так себя ведешь А на молитве Стойка Вот такая Вот такая Вот такая Это что за стойка Класс Вот так вот Вечно стоит На молитве Вот так вот Это вот так Чего прямо Нельзя встать Собраться Ничего этого нет Помолиться Еще тем более Вот встану Непонятно О чем Что он ответил Он надо мной Посмеялся Ты говорит Ясно Ты еще не верующий Для меня Практически Как-то так Ты с Богом Не беседуешь С Иисусом Христом Ну он так Просто говорит С Иисусом Говорит Они в простоте Просто Иисус У них всегда Иисус проходит Но я понимаю Есть такое Обращение И в апостолу Павла Иисус Но это Редко Обычно Иисус Христос Как-то говорят До конца А у них Так в простоте Это все У них же Вдруг Они уже Взяли Друзья На груди Да Везде Поэтому С ним Серьезно Они не могут Беседовать Они уже Как спасенные Беседуют А если ты говоришь Еще На них Как мы же Грехи У нас Есть Если мы говорим Что мы без греха То На нас грех Не обманываем Бога самого И сами себя Апостол Иоанн Говорит Кстати В первой главе Они это Как-то не Переиллюстрируют Это все Их неинтересны Тема На которых Надо думать Они их просто Опускают И поэтому Библия у них С краешку Если брать Вот у меня Она почти Вся Видите Темного цвета Это моя Библия Ну вся почти темная Вот маленькая Легкая полоска Вот угадайте Что на посредине Вот эта полоска Видите Такая темненькая Точно Это псалтырь Потому что Псалмы читал И часто их переворачиваю Ну почти каждый день Псалмы А все остальное Видите Таким Покрыто Вот оно Вот даже Одинаково везде Если возьмете У сектантов Вот это место У них вот так Чисто Девственно Чисто Есть места Девственно И только там Где они их открывают И зачитывают У них вот такие полоски Темные Если кто не верит Возьмите свою Библию Кто находится Не в церкви Православной И посмотрите И вы поймете Все это Почему у вас У них вот так Примерно Да Да Вот Вот Как песенник Видно Где песни поются Где нету их Вот так Вот у них Библия Вот такая А чтобы у них Вот как у меня Вот эту вот Книгу Вот эту вот Библию Вот именно эту Я прочитал Порядка 10 раз Может больше Вот Конкретно По ней я не замечал Первая у меня Библия была Я где-то 8 раз прочитал Она была Карманного варианта Она у меня вся была Уже вот так вот На бок Во-первых Все Ну как Листаю Вот так она у меня На бок ушла Единственное Там у меня Больше была Полоска еще Это книга Иова Но так как она К псалтыре прилегает То тяжело отделить Книгу Иова Я чаще всего читал Потому что Она была какая-то Такая для меня Непонятная Потом оказалось Почему Потому что Там о друзьях Говорится Это для меня Ближние друзья Те которые были В миру Это было очень Серьезно для меня Потому что Отрываться от этого Очень тяжело От той жизни И я это не понимал Как же так Оказывается Друзья это Правый глаз Правая рука Правая нога Которую нужно Отсекать от себя Когда они тебе мешают Идти вперед За Христом И отбрасывать Они очень сильно Помогают Особенно правые Левые руки И глаз И глаз В жизни Это такие же друзья Они очень помогают Но если они Не ведут Мешают Идти тебе Ко Христу Не туда смотрят Не туда Не то делают Не туда тебя Ведут Отсекай прям Отсекай И выбрасывай Ну и вот У Лескова Там есть Такой рассказ Называется Золотая гора И там один Золотый Делмастер Когда его Там соблазнить Решила Это очень сильно Обольстительница Он взял Множечек Прям маленький Который фрукты Резать И прям Себя в глаз Воткнул Когда она Сильно близко К нему подошла Начала там Свои игры Эти Любовные Он прям взял Вот так при ней Прям раз И в глаз Себя воткнул Так и поступил Прям Как сказано было Ну и потом Знаем какие последствия И что именно Этот человек Потом сделал Для города Там Ну это описывается Как жития святых В общем Чудо сотворило Будем так говорить Великое Ну Это Как пример Постукали ли еще Так люди Ну Жития святых Говорят Что были примеры Такие Немногочисленные В основном же Люди Святые Считали себя Считали себя Уже Наделенными Божественной силой Тогда Когда Удалялись От общества Развратно Как Антоний Великий В свое время удалился Арсений Великий Василий Великий Иоанн Златоуст Был ритером Очень известным И мог Большие Подавал Уже Надежды Быть хорошим Юристом Просто отличным Может быть Лучше Но ушел От этого И там Другие Другие Святые Между прочим Хочу добавить Об Иоанне Златоусте Вот Иоанн Златоуст Он же Когда Его Хотели Священником Сделать Он же ушел Сколько Он там Два года Где-то Отсутств Три года Вот он поступил Согласно Как Господь Поступил Он говорит Господь Когда Крестился Ушел В пустыню И 40 дней Там он находился Искушаемое дело А потом Он вышел К народу Златоуст Он эти два Три года Не праздно Проводил Видимо Священное Писание Очень Написано Что На берегу Море В пещерах Углублялся С Василием Дугом Слово Божие Углублялся Видимо Очень сильно А потом Он вышел К народу Как согласны Иоанн Как Господь Сказал Он этим Напитался Духовным хлебом Проникся Если мы Говорим Об этом То надо Конкретно Читать Послание К монаху Дионисию Нет Не Дионисия Как он там Диме Я не помню Сейчас Господи Помилуй Ну короче Послание К монаху Надо читать Не Диатреф Диатреф Да Диатреф Послание К этому Монаху И там Монах У него Просит помощи И он говорит Как ты можешь У меня Просить помощи Когда я тебя Считал Примером Вообще В жизни Святой Если Ты У меня Просишь помощи То как же Другие люди Он там Описывает Все это И И потом Говорит Но Самое Странное Что Ты Ну в общем Ты и прав Тоже в этом Что Чей-то помощи Просишь Потому что Когда вот я Хотел быть Подвижником Таким же Как монахи Все То я Первым делом Столкнулся С тем С тем С тем Все Подвижники И особенно Монахи Очень любят Искать покоя И он пишет Об этом Страшное состояние Это говорит И когда я Говорит Тоже решил Пойти туда же В эти пещеры Там Ну все Это быть Странником Отшельником То первым делом Что я спросил У человека Который Явился Оттуда Я спросил А как там Насчет покоя Я говорю Сейчас стыжусь Этого Вопроса Я златоус Говорил Как мы можем Искать покоя Когда Господь Нам говорит Не пристану Бодрствуйте Потому что Сатана Как лев Рыкающий Ходит Ищет кого поглотить Нам Наоборот Нужно искать Беспокойство И вот Мы видим Что Поиск беспокойства Донецки Только начали Усилили бомбежку И как люди Начали молиться Усиленно И все И Господь Дал мир Казалось бы Ну невозможная ситуация И вдруг Раз И дал мир Господь Взмолились Ну может На время Может Никто знает Как молиться будут Люди Как трудиться будут Да и не только там Я так понимаю Что И те Которые нападали Они тоже Не в лучшем ситуации Потому что Господь Как-то все Уравнивает Шансы Здесь Просто идет Этот целенаправленный Страх Вот от бомб От этих Зато С той стороны Больше Погибших людей Там машину Просит Устанет А Сережа Как так Сережа Ну что брат Может Продолжим Продолжим Ибо 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 Одного Будет Ненавидеть А другого Любить Или Одному Станет Усерствовать А другом Не родить Не можете Служить Богу И мамоне Блаженый Феофилард Толкователь Говорит Двумя Господами Называет Бога И мамонну Потому что Они дают Противоположные Приказания Мы Поставляем Господина Себя Дьявола Исполняя Его Волю Равно И наше Чрево Делаем Богом Но Но Существенный Истинный Господь Наш Есть Бог Не можем Мы работать Богу Когда работаем Мамоне Мамона Есть Всякая Неправда Неправда Жи Дьявол Видишь Что Для богатого И неправедного Невозможно Служить Богу Ибо Алчность К приобретению Имения Отвлекает От Бога Алчность К приобретению Имения Господь Очень часто Об этом Говорит И здесь Он Единственное Только что Дьявола Называет Мамоной Чтобы нам Понятнее было Что такое Идолослужение Вот Идолослужители Это были Служители Сатаны Всегда Потому что Вот эти идолы То есть Камни Там Какие-то Изображения Что-то Вот То чем Укланялись Там Всегда Присутствовал Идол Идол Есть Ничто Хоть написано Но Однако Души Это ничто Может привести В ад И вело И очень Больших Количествах Здесь же Когда Христиан Ну Он говорит К верующим Людям Здесь Больше Тем евреям Которые тут были К самим Апостолам Которые уверовали Уже в учении его Начали веровать И он Говорит о том Что даже Стяжание Богатства Стяжание Имения Какого-то Стяжание Это значит Постоянное Приобретение Постоянное То есть Тебе Не хватает И До такой Степени Что ты Все Полагаешь К ногам Вот этой Мамоны Вот этого Стяжания Вот этой Сатаны А ему Только это И надо Чтоб ты Нигде Не трудился Все Потом Ну сейчас Еще немножко А потом Уже Все Начнется Настоящее Все Потом Только Не сейчас Сейчас Ты давай Опять Начинай Труди Иди Работай Еще Там тебе Надо Вот это Лучше Сделать Вот это Вот дом У тебя Какой Двухэтажный Кто сейчас Двухэтажный Живет Это вообще Нище Так Голь перекатан Надо построить Семиэтажный Потому что Ну все Вверх Вверх У тебя же будут Внуки Правнуки Будут еще Слуги И так далее Давай давай Два гаража Будут там Потому что У тебя такая Машинка Че маленькая Такая Давай побольше Нужно И человеку Некогда Просто Ну правда Некогда Потому что Вот это Стяжание Оно как Змей Вот это Мамона Заползает В голову И постоянно Эти картинки Видения Это зависть Он увидел Машину Больше там Чем у него И Мне же Кто-то же Подсказывал Они называют Интуиция Подсказывала Что надо было Больше брать машину Потому что Будут еще Больше У кого-то А я хотел Самую большую Или самую Черную Или еще Какую-нибудь И вот это Мы видим Везде Вот это Мы очень Хорошо Видим В наше время Особенно Уже Казалось бы Ну Четыре колеса Вот они едут Ну Разница Какая Ну Ты взял Их И теперь Давай трудись Для Бога Нет Невозможно Взял И уже Начинает Переделывать И уж Я что говорю Там Про мирских Я говорю Про наших Верующих Людей Меняют И меняют Ими Конца И края Нет У нас Только в общине Некоторые Поменяли Уже Несколько Квартир Ну все Дети растут Еще Больше детей И больше Поэтому будем Менять 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 И годами Переезжают Ну наконец Все Переехали Последний раз И вот Видим Брат вышел На благорисе Правда Переехали Обставили Квартиру Все И вот Наконец Вышел Машины Поменяли Слава Богу И вот Вышел Брат На благорисе Наконец Даже С девчонкой Со своей Можем Поздравить Наконец Мамона Отступила От него Нет Нет Братья Мамона Так просто Не отступает Вы что Нет Это брат Потрудился Он Помолился Богу Еще Кто-то За него Молился Однозначно Я могу Сказать Постоянно Мы просим Чтобы Ну наконец Господь Среди наших Братьев Которые вместе с нами Вовсе не сидят Кого-то пробудил Чтоб подвижка была А то вот Бабушки ходят Еле-еле ноги Переставляют Они на таких колесницах Туда-сюда По городу Зря бензин жгут Нигде не остановятся Чтобы ближнего Увидеть своего Засвидетельствовать ему О том Что верующие Сами Так что Мамона Это очень страшный зверь Мы его знаем У нас у самих Как в воскресенье Придешь Стоят там Такие коляски Я все смотрю Не поменял Никто Ничего Думаю Иногда прям Сердце отливается Думаю Ну вот и у меня Была такая Возможность Поменял бы еще Чувствую Преодолеть было тяжело Думаю Хорошо господи Что ты так В меру даешь Недаром Святой пророк Воскрепнул И сказал Господи Не дай мне быть Ни нищим Ни богатым Ну в поте Лицасую Все дни Все дни Жизни моей Трудясь Есть хлеб И уделять Нуждающимся Из этого Великая Молитва Но Ну кто Сейчас так молится Сейчас все Только Вот у нас Вообще Страна Тут странная Ну и другие Может быть там Странные есть Но они как то Не так У них даже Вот посмотрите Показывают Вот улицы Идут И вот дома Они даже Как одинаковые У них стоят Такие Все размером И все Почему Ну что Другой не завидовал Больше чем У нас же Как выстроить Башенка на башенку На башенку На башенку Кто построил Цыган что ли Посмотришь Нет русский Ну ты же русский Ты же не цыган Никакой Не турок Зачем ты поналепил Как мы С братом ходили Там Помнишь Устраиваться С тобой же Зашли там Башенка Башенка Где там работать Да вот тут Говорит Сделайте Или не сделайте Посмотрели Кошмар Там не поймешь Ничего А как же тут У вас будет А тут у нас Вот так Вот так Вот еще Вот так Конструкции Там Пятиэтажный дом И башенки Пристроены 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 Кошмар Кошмар И никто Никогда Хозяина Не видел Это про Мамону Мы читали Но Я хочу Привернуться Ух ты Вопрос У него Не может быть Собирать Сокровища На земле Это Я думаю Всем понятно И толковательное Ну это Квартиры Машины Заводы Пароходы Заводы Деньги Перечисляем Ну земные Сокровища Да Про это и говорится Но Собирайте себе Сокровища На небе Мне вот Это Вопрос Интересен Так уже Прошли Все Рассказали Да вот Я читал Злодоуста Ты что Александр Что ли Этот Который Православного Храма Не понял Что ли Ничего Для Народа Что ли Ну прочитал Смысл Слов Такой Не закапываю Землю Ни золота Ничего Подобного Потому что Сокровища Ты собираешь Для червя И воров Хотя Избережешь Если от Истребителей Но не Сохранишь Своего Сердца От порабощения И прилепления К земному То есть Вот от Мамона Не сохранишь Напротив Если будет Сокровище На небе То не Только Имеешь Ту выгоду Что Сподобишься За это Небесных Почестей Но еще И здесь Получишь Награду Возносясь На небо Помышляя И заботясь О небесном И дальше Я тебе Уже Рассказал Что такое Небесное Небесное Это Духовное Богатство Я Вот Библию Показал Еще раз Вот Пожалуйста Библия Вот Единственное Духовное Богатство Которое К небу Идет А ты думал Что я покажу Еще Вот оно Книги Вет Вот Вся Библия Вот я Показал Первую Страничку Полистать Что Вот она Вот Духовное Но надо Почитать ее Все воспитывают Качество В себе Могу Привести Примеры Матфея 25 глава Когда речь идет О суде Божьем Господь Говорит Кого приняли Меня приняли Напоили Меня напоили Накормили Меня накормили Посетили в темнице Меня посетили Это мы Слово Божье Уберем Это все Духовное Именно То что Богатство Да Хотя Это Земное Богатство Направлено Не на себя А на других Это и есть Духовное Богатство Земное Богатство Какое Земное Богатство Духовное Скажем Не земное Духовное О чем Ну например Деньги Земное Богатство А если их раздал Это богатство Неправедное Уже Ну да Об этом Прочее говорится Об управителе Неверном Это неправедное Богатство Приобретайте Себе друзей Друзей Богатством Неправедным Все что ты тут На земле Есть Вот все Что ты тут Видишь Это неправедное Неправедное Богатство Оно не твое Оно Богом тебе дадено Чтобы ты Оно все дается Богом Просто Чтобы ты Своей рукой Бог поделился Вот в этой мере Оно дадено Все Чтобы можно было Уделять От всего этого Нуждающимся И остаться Вообще Голому Даже самому Вот в чем Дело написано Так что Если брат Твой или сестра Пришли Ноги Голодные Холодные А ты сказал Ну идите там Грейтесь Питайтесь Но ничем Не помог То грех На тебе Написано Чуть не проклятие Вот так Ты должен Действительно Напоить Накормить И так далее Да и если ты увидел Ближнего на улице И действительно Он замерзает Грех на тебя Если ты мимо пройдешь Он там самый Пускай пьяный Распрепьяный будет Я не знаю Но у меня были Такие случаи Я вызывал машины Вызывал То милицию вызывал То Скорую вызывал И все Никаких вопросов Даже не задавался Никакими вопросами На улице Если в мороз А сколько поднимал Я этих пьяных И один раз Только Один раз Только это был Не пьяный человек А действительно Больной Оказался Такой Мужик Средних лет Лет 50 Ну что-то ему Сердцем плохо Ставал А так В основном Всегда пьяные Конечно Очень это плохо Прискорбно Бывает Женщина даже Женщина очень редко Ну а так В основном Пьяные мужики Но это было Во времена Социализма Начало 90-х годов Люди сильно Как-то Скатились А сейчас Такого нету Сейчас так уже Не пьют По улицам валяться То есть Иными словами Человек Который заботится О себе О своем Омоне Он жадный И Жадность Настолько Его ум Ослепила Умряло Что он Не в состоянии Почему жадность Что он Не в состоянии Помогать Да нет Жадный Нет Жадный Слово Мы про жадность Пока не говорим Ну а как Не собирайте себе Сокровищ на земле Не будьте жадными Да нет Не про жадность Где Жадный Написано Это слово Жадный Не написано Не написано Жадный Ну я что Не так понял Не 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 про жадный Вот этот человек Который собирает Он может Вот из церкви выйти И вот всех нищих Задарить По сотне дать По тысяче даже Он им даст Да он жадный Не даст Никогда Да я знаю Что жадный Не даст Но мы Не про жадность Здесь идет А про того Кто собирает Мамонную Мамону себе Собирает А он может В церковь ходить Такой человек Их очень много Они вот с такой Пачкой свечек Ходят Под мышкой Церкви Вот такой толщины Он ходит Туда поставил Туда Одетый Хорошо Отлично Одетый ходит Ставит Их ставит 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 Везде Может быть Ночной разбойник Ставит он Почему ночной разбойник Ну хорошо дела идут У человека Все у него Он решил поблагодарить Бога Ему сказали Если не поставишь свечек Если не крестишься То знаешь что будет Если у тебя не будет Кума Кума У твоего Внучка И все Ты знаешь что тебе будет Да Плохо будет Да А это как колдовство У них какое-то Или как шаманство Ну как мама Рубашку потеряла Там бы это Живые помощи Живые помощи Короче скажу Брат тебе Приобретение богатства Вот чем заключается Вот это Стяжание Не жадность То есть он Просто Это жадность Когда ты никому Ничего не даешь А ты для себя Вот просто приобретаешь Там дом построил Как брату Объяснял же Машину вторую Третью Дом там пятиэтажный Построил То есть и так далее В этом смысле А в этот момент Ты можешь быть не жадным Ты можешь давать людям Ну вообще там Много давать Да И ты даже Будешь говорить Что ты веруешь Как-то частью Разговор не о жадности Идет Причем не жадный Брат Могу пример вспомнить Собьешь сам себя Пример вспомним Господа Когда ученики Говорят А как же можно спастись Господь же проявил Он говорит Богатому невозможно Войти в Царствие Божие Как там даже Спастись вроде Да Есть два Невозможно спастись И Трудно Трудно войти В Царство Небесное И где Втолкование же Или где объясняется Почему именно Вот эти слова Господь-то сказал Что богатому труд Надеешься На богатство Надеешься на свое богатство Да Не богатому Надеюсь То есть он надеется Что Нет Значит прям Есть Надеешься на богатство А есть А есть Богатому Конкретно Это одно и то же Это вот все одно и то же Когда богатый раздал Ближний Он уже перестает быть богатым Поэтому Как за Закей Он нам Ну он воздал Закей воздал Поэтому все мы видим Да А почему ученики-то удивились Что как богатый Не воспитывается Это очень важно Тоже Нет Не спасется Они же не богатые Им жалко Им дать Не было богатых Нет Поэтому господь и сказал А вы В пати бытии Те кто за мной последовал Будете иметь сто крат больше Матерей Отцов Детей Домов Уже здесь Уже здесь Да И в веки всем И тем паче В веки всем будущим То есть он показал Что да Они тоже кое-что оставили Им тоже это жалко было Тоже какое-то понятие Стяжание Если у людей Которые не очень богатые Вот у них есть такое Вот у меня бабушка Особенно показала У ней ничего не было Но она ходила По всем помоечкам И вот там все Что выбрасывали люди Она себе в дом тянула Тянула досочки Там всякие фанерочки И после этого До сих пор Не могу двор свой очистить От этого еще Уж сколько 15 машин на свалку И сколько пережгли бы здесь С братом И все еще есть Почему? Вот стяжание Вот нужно тащить 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 Но в этот момент Когда она трудится Тащит себе Тащит Приобретает Приобретает Даже такой пример А для бога-то Ничего нету труда Я говорю Бабушка Зачем тебе эти доски? Мы топим все углем Вот я угля купил Все нормально Ничего нам больше не надо Брось ты это все Поехали в церковь Нет-нет Мне еще надо обойти Вот там помойку Там помойку Там надо обойти Помойку Все Придет А мне вот сегодня 10 рублей Там около помойки дали Вот бабушка Там бедная Такая нищая Что ж Себя никто не кормит Ничего В этот момент Внучок Золотых приисков Приехал Привез деньжат Хорошо Еды тут море Везде Марина напарила Наварила Все А она по помойкам Этим бегает Прикидывается Последней нищетой Голю перекатной Почему? Потому что Приобретать надо ей Лишь бы только Не трудиться Вместе на молитву Не встанет Хорошо Что тогда О чем и речь Выбирать сокровища На небе Это значит Посетить Накормить Меня накормили То есть это Небесные сокровища Там уже Если ты ближнему дал У тебя Не украдут Уже у тебя Там Заначка такая На небе Сказано же Что воздастся тебе Воздастся тебе Только так Можно приобрести Что? Воздастся Воздастся Только так Можно приобрести Небо Все Больше никак И это все Написано Просто в Евангелии Почему это Духовное? Духовное Потому что Мы читаем Об этом В Библии Христос Эти слова Сказал Поэтому Это духовное Где это еще Написано В Ветхом Завете Подтверждение Есть? Конечно Есть Мы читаем Эти примеры Давид Какие Оказывал Авраам Гостеприимство Исаак Яков Все эти люди Патриархи Почему? Они все Все это Прошли И все Нам показали И его Ну в общем Все Все Кто о ком Перечисляется Можно перечислять Долго Они все Это нам Все это Показывают А Христос Еще раз Подтверждает Местом писания Уже Я пришел Говорю вам Что Если вы Посетили Больного Накормили Меня Накормили В темнице Меня 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 Почему Вот так Игнатий Тихонович Очень сильно Очень Любил Не то что не любил А В тюрьму ходить Почитал Даже Почитал Что туда мы носим И так далее Он сам побывал Там Знает что это такое Один даже Вот какой то Листочек Чего то С воли Занесли Даже чистой бумаги Тебе Кто то протянул Подал Человек который Не стоит тут с тобой Не охраняет А просто Свежий какой то человек И это для них Уже От души Невероятно Увидел какое то Другое лицо Глоток свободы Да Как глоток свободы А еще если побеседовал Это так было важно Это так понятно Вот мне было Когда я туда ходил Беседовал с людьми Все Московская Патриархия Все запретила Вот еще один пример Библейский вспомнил О богатом юноше О богатом юноше Какой опыт был у нас То есть вот это Господь очень четкий пример Привел Когда богатый юноша Подошел Говорит Господи Я вот я исполняю Все заповеди Что Господь даже написано Возлюбил его за это Полюбил Полюбил Да Вот А он говорит Хочешь быть совершенным Пройди Пойди Продай имение свое Раздай нищим И следуй за мною То есть вот Вот к чему Господь Ведет Чтобы с тобой этого не было Богатство у него было Но у него видимо По наследству было Вот Он говорит Что именно Иди Хочешь быть со мной Иди за мной Ну а не совершенно Можно спастись А то он Он не раздал И что он Не спасся Что ли Так Ну давай Соблю Соблю Давай мы Скажем Он тогда стал Не тем человеком Который подходил Ко Христу Это стал Другой человек Брат Можно я дополню Конечно Я вот тут размышлял По поводу вообще всего Вот например Господь хочет от тебя Вот как от богатого юноши Сходи Продай свое имение Раздай нищим То есть Господь что хотел Чтобы он был более совершенным Хочешь быть совершенным Пойди то-то-то сделай Вот я размышлял Насчет себя Например Господь хочет Да вот хотел Чтоб я приехал Сурала сюда Я этого исполнил Помолившись Господь положил на сердце Потом Например Живя там Сигнательно Господь хочет Чтобы например Меньше я питался Меньше спал Рано вставал Понимаешь Вот это все Ступенька за ступенькой Господь тебя Возводит к совершенству То есть Ты чтоб где-то Смерял свою плоть Чрево Потому что написано Бог чрева их Например Меньше спал То есть Как Господь говорит Он бодрствовал Ночами молился То есть Всего это ведет К совершенству А раз ты Когда начинаешь Препятствовать Чтобы Господь В тебе действовал Побуждает тебя Быть к совершенному Ты на этой ступеньке Не задержишься Докуда ты дошел Будучи христианином Тебе обязательно Или ты должен Выше подняться Или ты пойдешь ниже Все Но тебя сатана На счет Даши скажет Ты на этой ступеньке Никогда не встанешь Вот почему Люди терпят К решению в вере Как ты вот Богатый юноша Я в дальнейшем Не знаю его жизнь Но Если он дальше не пошел Не последовал совету Христа У него будет только дальше Может быть падение Если конечно Он не раскается И не сделает Как он сказал По его совету Возьми крест свой И следуй за мной Прежде отвернись себя То есть Следования за Христом Нету То есть Христос как бы Тебя отзовет Призывает к совершенству А ты Поленился Нету И еще Дело все в следующем Я еще хочу сказать Что я не знаю Как Не толкование Сейчас говорю А вообще Ну видение свое Вот этого примера Ну так как Часто я об этом И думал И проповеди На эту тему Говорю Я думаю так Что тут идет разговор Именно как пример Написано так И взглянув Он Спрашивает Христа Как мне достигнуть Вечной жизни Царства Небесного Ты часто Такой вопрос Слышишь Чтобы задавали В том то и дело И Христос Задает ему Вопросы Говорит Надо Вот это сделать Вот это Вот это Он даже Не сказал Что Исполни Идолом Не служи Богу Только у тебя Господь один Не клянись Потом дальше Соблюдай День субботнего Но этому Ничего не сказал Он ему только Сказал Не кради Не лжесвидетельствуй Не убивай Нет То есть А он говорит А я это исполнил Почитая Отца и Матери Он говорит Я это исполнил Одней Одней юности моей То есть Маленький был И любил это исполнять И вот он Все это исполнил И написано Христос Взглянув Полюбил его Понимаете Что такое Где написано Еще Христос Что полюбил Знаем Любимый ученик На груди Христа И И Лазарь Все И матерь его Хотя Про Нью-Йорк Кстати Не написано Что Христоса Любил Это надо Так понимать Все Больше Никого нету И вдруг Этот юноша Которого Совершенно Не знает Какой Иов Он говорит Витали Ты Моего Иова Можешь Сказать Что Это Иов Так Короче говоря Давайте Все Продолжай И Теперь Дальше Не надо Не сбивать Не сбить Надежда Надежда Через руку Я поднимаю И вот Теперь Он И теперь Он Обращается Дальше Ему И значит И он Полюбил Его И говорит Ему Теперь Говорит Ему Он Конкретно Обращается К юноше Это Не значит Что Христос К тебе Обращается И говорит Сергей Павлович Пупков Продай Квартиру Свою Трехкомнатную И Дера Давай Ищем Он Не про Это Говорит Христос Он Обращается К этому Юноше И Слово Имение Оно под собой Подразумевает Нечто Не то Что есть У тебя Или даже У Игоря Марабаша Понял Это не 18 коров С коровником Каким-то там Занюханным Рядом там Пристоечка Баня какая-то Имение Это Имение Это Ты даже Не представляешь Что такое Мы даже Не представляем Что такое Десятина Раньше Нам дурью Лапшу Вешали Коммунисты На уши И говорили Десятину Говорит При царе Людям раздавали Говорит Десятины На человека 8 десятин Всего А у нас Десятина Это считается Это 10 метров На 10 Это десятина У нас У нас сейчас А десятина На самом деле Это 1 гектар И еще Одна целая 1 и 1 десяток Гектара То есть На одного человека Давали 9 гектар Земли При царе Батюшке Пускай Теперь все Коммунисты Подпрыгнут От вранья Своего В гробах Что они Натворили А все Ой какой царь Жадный У нас Советская У нас По 6 Десятин Нам дает По 6 Десятин Оказывается Это все Вранье Так вот Там Этих Десятин Гектаров У него Было Сотни У него Поля Свои Плантации Были Понимаешь Что такое Имение Он был Богатый Написано А когда говорят Богатый Это говорят О князьях Иудейских Как Иуда Бенгур У него Было Столько Богатства Он мог Армию Снарядить И победить Рим Понял Что такое Богатство Ты понимаешь Почему Его плохо Было Почему Понимаешь Почему Христос Взглянул На него Полюбил И понял Вот С Тем Что у тебя Есть хозяйство Такое Огромное Тебе никогда Не прийти И поэтому Тебе одно Только остается Легче всего Чтобы это все Не пошло Где-то там Прахом И чтобы Спокойное Сердце было Все Продать Это Продать Другому Хозяину Продай У тебя появятся Деньги А теперь С этих денег Будешь уделять Нуждающимся А ему Надо было Эти деньги Принести К Христос Сказать Вот Господи Деньги Мои Я не знаю Где столько Нищих Найти Как Им Распределять Правильно Господь Был Помог У него Ящик Был Саудой Ну Иуду Был Немножко Взял Но Зато Этот Юноша Был Точно Спас Понимаете Поэтому Успокойтесь Все Те Кто Имеет Квартирку Там Свою И так Далее Христос Не Говорит Продавайте Свою Квартиру Не об этом Речь идет Господь Вас любит И Вот Полюбил И говорит Вам Есть у вас Где жить Есть у вас Вот я вам Дал это все Для того Чтобы вы Могли сравнивать Это вот Увидел ты этого Бомжа Нищего Ты должен Поделиться Теплом Вот Того Жилья Которое есть У тебя Бога Духом Святым Поделись с ним А как Чего Его к себе Притащить Ну я Вот не могу Точно сказать Притащить Или нет Это Господь Дух Святой Говорит Если возможно Притащи Припозоли Или еще Что-нибудь Если он Ближний Твой Оказался Ну воспользуйся Тем что Христос Сказал тебе О Царстве Небесном Хочешь Христа Приобрести Начинай Трудись Приглашай А вот Как Приглашать Уже Как Это вот Все Сделать Чтобы Правильно Было Сейчас Это невозможно Сделать Потому что Да почему Нет Потому что Они вот Нищие Почему Потому что Они пьют Догуляют Это другой Уже разговор Он и разговаривать С вами не будет Вот в чем дело А то нищие же были Какие смиренные Смотрите Христос подходит К купальне 38 лет Лежит человек И говорит Ну что Хотел бы ты Исцелиться Да другой бы Сказал Пошел отсюда Что-то непонятно 38 лет Тут лежу А он Понимает Что Ну человек Спрашивает У него Все И кротко Ему отвечает Ну как же Не хотеть Ну вот Не успеваю Я подползти Там Как он там Я не знаю На пятках Или что Когда вода Возмущается Другой Прежде меня Сходит В воду И исцеляется А я вот Опять здесь Он опять ждет Этого возмущения Сидит рядышком Ну тут попробуй Как это Ну Бодрствовать Это вот Про нас Про верующих Людей Всего лишь Одно возмущение Ты там И тебе надо Постоянно Бодрствовать Постоянно Быть И кротким И все А Господь Как бы опять А что Ты хочешь Спастись Да какого Я тут сижу Тогда Ты что Не видишь Что ли А нужно Кротко Отвечать Господи Ну Я же 40 лет И жду Пятидесятницу К смешению Языков Как раки Пятимся Так и тут Тоже 38 лет И Господь Такой Спастись Истелиться Что ли Хочешь И Господь Нас Постоянно С вами Спрашивает Неужели Это непонятно Мы точно Такие же Болячие Мы же Больные Мы еще Не попали Царство Небесное А Господь Мы опять Идем И раздаем Евангелие Все через эти Трудности И как бы Господь Нас спрашивает Ну что Трудитесь Наверное Царство Небесное Хотите А мы такие Господи Что ты нам Таких страшных Посылаешь Не чтоб Хорошие Все были Добрые А нам Опять Возмущение Воды Не успевает А нужно Кротко Отвечать Сказать Господи Слава тебе Что есть у нас Евангелие Есть ноги Есть занятия Где мы можем Найти в себе Силы Какие-то Нужные Примеры Нужные Желания Идти Трудиться А ведь Желание Это главное Спасение И исполнение Слов Господних Вот мне Занятия Помогают Ну будем говорить Так На 100% Исключительно Занятия Что есть у нас Не было бы Занятий У меня Никакие проповеди Которые Вот говорится У нас Батюшка Читает Златоуста Я тоже Златоуста Читаю Но они Так сильно Не подпрыгнешь От них Это не Когда он Говорит своими словами Обращается Именно к тебе Именно к тем Поступкам Которые ты Неправильно Совершил Надо проповеди Такие горящие Звенящие У нас К сожалению Их нет Почему Ну это уже Думайте сами Решайте сами Да Да О господи Помилуй Так Ну брат Задал вопрос Я таки не понял Почему Он говорит Я Для других Задал Ты Получил Вопрос Как думаешь Другие поймут Что-то Или нет Еще Ответ Ты как-то Интересно Начал О ближних Думать Именно На сегодняшнем Занятии Что-то раньше Тебя не пробивало Что они Не поняли Может быть Ты сам чуть Не понял Все-таки Они ближние Твои Которые Будут Слушать Что такое Что тебя Смущает Слово Сокровище Оно Есть Духовное Добрые дела Добрые дела Проще Добрые дела Это и есть Сокровище На небесах Добрые дела Не для себя Ну там Скажи Добрые дела По слову Божьему В духе Святого Добрые дела Можно делать Еще и не Ради Христа Ну вот брат Я Вспомнил Притчу Вспомнил Притчу О десяти Девах О десяти Девах Вот там Как раз И говорится Об этом Что Кого-то Илея Не хватило Пяти Неразумных Дев И там Говорятся О добродетелях В толковании Не помнишь Точно На сколько Там О десяти Дело И о чем-то Илея Не хватило А Илея Добрых Дел Милостыни Не хватило Милостыни Милостыни Под добрыми Делами Милостыни Но об этом Христос и говорит Милостыня Словом Делом Ну я так По мышлениям Делом Это значит Что-то передать Словом Это значит Взбодрить А по мышлениям Это ты молишься И После этого Начинается Твой труд Милостыни Главное То что Занимаемся Как я не могу понять Чего ты с этим Сокровищем Вносишься Мама Поклон Спаси Главное Чего тебя Смущает Ну Господь говорит Слово сокровища Потому что Это всем понятно Ну Вот Людям Точно Как тебе сейчас Непонятно Было бы Все то же самое Непонятно А он сказал Сокровища земные И сокровища небесные И все сразу поняли О чем идет речь Один ты не понял Давай Библию показали же уже Кому непонятно Пускай читает человек Библию Там эти все сокровища Написаны Прописаны 24 Никто не может Служить двум господам Ибо Или одного Будет ненавидеть А другого любить Или одному Станет усердствовать А другом Не родить Не можете Служить Богу И мамоне Толкование Двумя Господами Называют Бога И мамону Потому что Они дают Противоположные Приказания Мы Поставляем Господина Себе Дьявола Исполняя Его волю Равное Наше чрево Делаем Богом Но Существенный Истинный Истинный Господь Наш Есть Бог Не можем Мы работать Богу Когда работаем Мамоне Мамона Есть Всякая Неправда Неправда Отвлекает Его От Бога Отвлекает Настолько Увлечен Своим Многоприобретением Служение Дьяволу Мамоне Я не знаю Тут написано Невозможно Служить А ты говоришь Возможно И себе Приобретать И другим Раздавать Невозможно Как Если он Жадный То он Жадный Если он Щедрый То он Богоугодный Милостивый Как так И милостивый И богатый И жадный И алчный Он никогда От себя Не оторвет Другому Не даст Потому что Он алчный Он только О себе Думает Эгоист Невозможно Служить Двум Господам Совершенно Ты не в ту сторону Тянешь Вообще Ерунду Мелешь Я даже Другого Сказать Не могу Есть Совершенно Не Потому что Среди неверующих Людей Есть люди Которые Будут Тебе давать Раздавать И че Он будет Даже Раздавать Есть Меценаты Они Неверующие Дальше Третьяковские Галереи Целые Раздавал И че Дальше Покупал На свои Деньги Но он Не святой Ничего Просто Для государства Так Он и сам Прославился Немножко И Я не знаю Может Деньги отмывал Кто их там Знает Че они делают Причем Алчность К приобретению Это не то Что жадность Которую Ты говоришь Жадность Жадность Я вообще Не понимаю Че ты с этой Жадностью Не слышишь Зачем Главное Не могу понять Жадный Человек Тут даже сейчас Настись Жадный Скупой Это уже Разные вещи Тут Алчность К приобретению То есть Ты уже Не можешь Оторвать Своего Времени Своих Сил И возможностей Для Духовного Делания Вот чем Смысл Имеется Ввиду И ты все Жаждешь Жаждешь Приобретать Еще Надо Еще Выше Больше Пока Написано Златоуст Господь Не положит Предел Этим Бесполезным Занятием Смерть Все Тебе Это надо А ты будешь Раздавать Ты Добавь Новую Машину Возьмешь А старую Можешь Подарить Кому-то Родственникам Или может Хорошему Знакомому И ты Неверующий Будешь И таких Людей Массу Я знаю Лично Там Кто-то Говорит О Повезло Мне Что такое Да Дед Перед смертью Решил Что-то Уже Плохо Видит Подарил Мне Гараж Машину Все Это Очень часто Бывает Мы Не про это Говорим Мы Говорим Про то Что Человек Уже Имеет Все Даже Он Уже Ослеп Оглох Все Ты Ты Сидишь Сиднем Уже Никуда Тебя Не тянет Теперь Время У тебя Есть Вот Время Свободное Отдай Это Время Богу Начни Трудиться Над душой Своей И он Не будет Трудиться Он Будет Опять Что-то Приобретать Будет Приобретать Себе Почести Какие-то А я Вот Тут Сижу Это Мое Это Мой Квадратный Метр Не Подходите Ко мне Я Будет Тужиться Еще Что-то Придумает Придумает Человек Но Никогда Он Не Отдаст Ни Одно Свободное Мгновение День Какое-то Богатство Для Того Чтобы Приобрести Духовное Такие Люди Часто Походят На улице И говорят О Мне Уже Никогда Не Измениться Все Это Не Для Меня Как Не Измениться Да Я Уже Старый Слишком Я Уже Так Живу Что Эти Привычки Не Изменить То Е Уже Понимают Даже А Другие Упираются Начинают С тобой Какие-то Склоки Ругаться Даже Пытаются И так Далее Редко Когда Они Правду Скажут Но Некоторые Говорят Ты Понимаешь Что И Даже Поблагодарить Бывает Скажут Ну Хорошо Хоть Я Теперь Знаю В каком Направлении С вами Трудиться Деседовать Такой 24 Закон С 25 Песнопение Восемнадцатая Брат Напомни мне опять звуки слов любви Начнем Открывайте Восемнадцатая Брат Напомни мне опять звуки слов любви Чтоб я сердце мог понять тайну слов любви Песня Песня любви поется К небу дух взнесется Славьте Славьте Христа Славьте Христа Славьте любовь Христа Славьте Христа Славьте Христа Славьте любовь Христа Сам Спаситель в мир принес Звуки слов любви И гласят в утеху слез звуки слов любви. Песню любви вещает, грешных Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви, полный дивной красотой звуки слов любви. Песнь любви Христовой будет жизнью новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Аллимпия. Достойна истякова истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Иерахим, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время, что спрашиваешь в этот день собраться вновь Твоих, прикасаться к Слову Твоему. Дай все услышанное правило понять, Господи. Пошли на нашем пути людей, нуждающихся в нашей помощи, Господи. Наполни наши уста Духом Твоим Святым, дабы через них люди узнали о Тебе, как и мы когда-то. Хвала Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.